Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 28 июня вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Расчет экспортных пошлин могут перевести из долларов в рубли. Зерно Сибири стало неконкурентоспособным. В Алтайском крае под угрозой ликвидации оказалось 12 племенных хозяйств. Эти и другие новости далее в выпуске. Аграрии России к 27 июня собрали более миллиона тонн зерна нового урожая, сообщает Минсельхоз. К уборочной кампании на этой неделе присоединились Чечня, Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Крым. Погода в регионах благоприятна для уборки, заявил научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. По его словам, виды на урожай хорошие, особенно в европейской части России, где ни в мае, ни в июне не случилось засухи. Уборка проходит под новости об открытии украинских портов, и это немного снимает напряжение на международном рынке, а следовательно и цены на зерновые снижаются. Эта динамика затрагивает и российскую пшеницу нового урожая. В глубоководных портах Черного моря цена на нее с 16 по 23 июня опустилась сразу на 20 с лишним долларов, до 393 долларов за тонну. Падение цены на кукурузу на том же базисе составило около 10 долларов, нынешняя цена 340 долларов за тонну. Эти данные приводит сайт zerno.ru. Индекс закупочных цен в портах тоже снижается. По данным Союза экспортеров зерна, в глубоководных портах за тонну пшеницы с протеином 12,5% уже не дают больше 14 тысяч рублей. На мелководье она стоит еще дешевле – 13 600 рублей. Такие же цены складывались в конце июля 2021 года. Ячмень в Новороссийске стоит 12 500 рублей за тонну, на малой воде – 11 700 рублей за тонну. По прогнозам сайта Поле РФ, новый урожай пшеницы в Центральной России будут закупать по цене 12 500-13 тысяч рублей за тонну без НДС на условиях самовывоза или франко-склад. Мы по-прежнему не видим никаких факторов для поддержки цены на зерновые. Доллар застрял на курсе 53 рубля, а экспортная пошлина продолжает расти. С 29 июня сбор за вывоз пшеницы повысится сразу на 4 доллара – до 146 долларов за тонну. На кукурузу – на 2 доллара – до 88,7 доллара за тонну. Пошлина на ячмень пока остается неизменной 11,5 долларов за тонну. В обзорах новостей мы часто рассказывали, какие предложения выдвигает рынок для смягчения экспортных пошлин. Звучали идеи повысить порог отсечения или вместо 70% изымать только 50%, но модернизация пошлины пойдет, видимо, по другому пути, еще не совсем понятному. На прошлой неделе Интерфакс сообщил, что в правительстве обсуждают возможность сделать некий дисконт к экспортной пошлине и постепенно перевести сбор из долларов в рубли. Правда, по словам собеседника агентства, это не отразится на ценах на внутреннем рынке, но поддержит экспорт. В то же время неназванный источник отметил, что пошлину хотят модернизировать с учетом рисков снижения рентабельности сельхозпроизводства. К сожалению, пока ничего более конкретного сказать невозможно. По словам главы про зерно Владимира Петриченко, тема окутана густой пеленой тайны и секретности, но с надеждой на итоговое снижение пошлины. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с агроинвестором заявил, до власти, наконец, дошло, что пошлина – это дестимулирующий фактор. Экспортные ограничения уже стали проблемой для производителей зерна в Сибири. Вывести сельхозпродукцию за пределы страны они не могут по нескольким причинам. Везти пшеницу в южные порты слишком дорого. Затраты на логистику достигают 50% от себестоимости выращенного зерна. Поставлять пшеницу в Китай и страны Юго-Восточной Азии можно, но объемы ограничены пропускной способностью Восточного полигона Транссибирской магистрали. А поставки на перспективные рынки стран Средней Азии, как сообщает опора России, практически заблокированы политикой Казахстана в сфере регулирования тарифов на транзитные железнодорожные перевозки. Если проблема не решится, то последствия для агрария в Сибири будут очень печальными, ведь урожай зерна в Сибирском федеральном округе по прогнозам превысит 16 миллионов тонн, при внутреннем потреблении порядка 10,5 миллиона тонн. Остаются считанные дни до начала работы Федеральной государственной информационной системы под названием ВГИС-зерно, система прослеживаемости зерна. В течение года мы не раз говорили о том, что объединение крестьян требовали, чтобы правительство перенесло сроки запуска ВГИС-зерно, и даже Минсельхоз готовил какой-то законопроект, который должен был на год отложить внедрение системы. Но документу, видимо, так и не дали ход, поэтому ВГИС-зерно уже с 1 июля станет нашей реальностью. В первые два месяца подача сведений в систему будет добровольной, а с 1 сентября обязательной. То есть без регистрации своего урожая в системе с 1 сентября вы не сможете оформить электронные сопроводительные документы и продать зерно. Так что у сельхозпроизводителей есть два месяца на то, чтобы зарегистрироваться в системе, если вы еще этого не сделали, и потренироваться оформлять электронные сопроводительные документы. Как зарегистрироваться и начать работу, подробно рассказано на сайте Центра агроаналитики. Именно эта организация является оператором системы. И каково бы ни было ваше отношение к ВГИС-зерно, советуем все же не терять времени и осваивать эту систему. Кстати, доступ к ней можно получить по ссылке зерно.msh.gov.ru. С 1 июля этот сайт будет открыт. Проблема с экспортом продукции из-за сильного рубля уже ударила по производителям свинины. Предприятия чувствуют перенасыщение внутреннего рынка, а вот за рубеж отправить продукцию становится все сложнее. Во-первых, укрепление рубля снизило конкурентоспособность российской свинины. Во-вторых, уменьшился импорт со стороны Китая и Вьетнама, которые восстановили собственное производство после вспышек АЧС. Ну и, наконец, не способствуют экспорту сложности с логистикой. Подробнее об этом изданию «Коммерсант» рассказал глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. В первом полугодии выпуск свинины увеличился на 6,4%, а всего по итогам года прирост производства может составить около 4%, то есть более 5 миллионов тонн свинины. При этом примерно 250 тысяч тонн может остаться просто невостребованным. Излишки окажут влияние на внутренние цены. При негативном для свиноводов сценарии они опустятся к концу года на 5-10%. Отраслевые ассоциации сходятся во мнении, что если перенасыщение рынка свинины сохранится в 2023 и 2024 годах, то предприятия с низкой эффективностью просто придется уйти. В Алтайском крае под угрозой ликвидации оказалось 12 племенных хозяйств, которые занимаются разведением мясного и молочного скота. К такому положению дел привели ограничения, связанные с регионализацией по ящеру. В декабре прошлого года региону был присвоен статус неблагополучного с вакцинацией по ящеру КРС из-за соседства с Монголией и Казахстаном, где в прошлом году были зарегистрированы вспышки этого опасного заболевания. Теперь Алтайский край не может вывести в другие регионы, в регионы с иным статусом, мясо на кости и живой крупный рогатый скот. Но если с говядиной проблема решаема, можно отделить мясо от костей и вывозить его без ограничений, то с живым скотом так не поступишь. Как следствие, племенные хозяйства лишились довольно обширного рынка сбыта и их потери Союз предприятий агропромышленного комплекса Алтайского края оценивает в 200 миллионов рублей. Это примерно половина выручки, которая была до того, как региону присвоили новый статус. Глава Союза Александр Чеботарев отправил письмо председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину с просьбой смягчить ветеринарные ограничения. В противном случае племпроизводство в Алтайском крае станет просто нецелесообразным. На прощание позитивная новость. Хоть даже не новость, еще а так ожидание хорошего. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина обратилась к вице-премьеру Виктории Абрамченко с идеей, как устранить дефицит кадров в сельском хозяйстве. Депутат предложила по аналогии с программой «Земский доктор» выплачивать по 1 миллиону рублей молодым специалистам в сфере АПК, которые согласятся переехать в сельскую местность на работу. Получить подъемные могли бы ветеринары, зоотехники, агрономы, говорится в письме, которое Школкина направила вице-премьеру. Депутат напомнила, что программа «Земский доктор» в свое время позволила увеличить штат медицинских работников сельской местности более чем на 16 тысяч специалистов. Реакции Виктории Абрамченко пока неизвестно, но хочется надеяться, что стартовую материальную помощь молодые аграрные специалисты все-таки получат. Для них, по крайней мере, это будет знаком. Ребята, вы нужны сельскому хозяйству, вы нужны стране. Если нужны, конечно. На этом все. Спасибо, что вы с нами. И если будет свободная минута, пожалуйста, напишите в комментариях, как сейчас выглядят ваши посевы, какой урожайности вы ожидаете по разным культурам. Для нас это важно, потому что говорят, что будут приписки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok